Давайте продолжать. Вчера мы говорили про дерево, сейчас чуть-чуть поговорим про и дерево, и мапу нового со стороны хэш-структур. Есть еще в java хэш-структуры, которые помогают значительно упростить жизнь, это я вам уже говорил. Работают они с помощью хэш-кода, то есть метод такой третий, который мы должны обязательно, по сути, переопределять в создании наших классов. То есть string equals мы уже разобрались, хэш-код тоже нужен для чего? Для того, чтобы, если ваш класс будет использован в какой-то хэшевой структуре, и не будет там хэш-кода, будет немножко нехорошо. Будет он долго работать и не совсем правильно работать. Есть определенный контракт, то есть правила хэш-кода, которые должны соблюдаться. Он идет, можно сказать, бок о бок с equals, поэтому они перетираются. Если, по сути, давайте с второго начнем. Если два объекта одинаковые за методом equals, значит, вызывая метод хэш-код, они тоже должны вернуть одинаковый хэш-код. Но, если два объекта не одинаковые по equals, они могут вернуть один и тот же самый хэш-код. То есть, если хэш-код одинаковый, это не значит, что equals тоже будет одинаковым. Двух методов. Если два объекта равны по хэш-коду, это не значит, что они будут равны по equals. Но, если два объекта равны по equals, они обязательно должны быть равны по хэш-коду. Это такие основные. И тут хэш-код не обязан каждый раз возвращаться один и тот же при разных запусках аппликейшена. То есть, он может генерироваться по разуму. Первый раз вы запустили аппликейшен, так вам объектом выдался таким-то. Другой раз запустили аппликейшен, он будет отталкиваться от каких-то временных рамок и его по-другому генерить. Такое тоже возможно. То есть, тут не надейтесь, что вам вернется одно и то же число. Ну, это такое третье, но оно порой встречается. Вы, в принципе, будете писать свой хэш-код, он будет всегда возвращаться один и тот же при разных запусках системы. Но, в возможной ситуации, когда такого не будет. Хэш-код, численное представление, по сути, вашего объекта. Возвращает какое-то число. Есть у нас тот же всеми любимый студент, у нас есть куча студентов. Есть полно студентов и посмотрим их хэш-код. Давайте сделаем студент 9 9 студента. Смотрим. У меня хиш-код переопределён. Почему у меня хиш-код переопределён? Мы с вами переопределяли хиш-код или нет? У нас есть куча студентов. Первый студент, второй девятый. Первый девятый идентичный, вывод у них хиш-кода абсолютно разный. Хотя они по equals'у должны пройти. Если мы проверим student equals student9 true. Хотя хиш-код не равен. Правила не соблюдены. У нас уже есть подсказка. Если мы напишем какой-то хиш-код, хиш-код, который генерируется идеей, то всё будет хорошо. Правила соблюдаются. В принципе, хиш-код работает. Что это такое и почему именно вот так вот это напишется? Хиш-код должен вернуть какое-то интовое число. Поэтому, как сделать так, чтобы при изменении equals'ы хиш-код тоже подтягивался. Хиш-код должен задействовать в своей генерации те же самые поля, которые задействованы и в методе equals'ы. Если такого нету, то будет не совсем хорошо. У нас, кстати, тут такое правило не соблюдено. Equals у нас работает по ком. Equals работает по surname и name, правильно? А хиш-код ещё задействует в себя average mark. Что это может за собой повлечь? Average mark у нас идёт вот эта вот оценочка. Есть девятый и первый студент. Equals такой вернёт. А если мы сделаем чуть-чуть по-другому. Давайте уберём второго студента. Разный. Если мы изменим average mark. Вот это вот студентика. Equals true. Хеш-код поменялся. Уже что-то не так. И будут сбои идти. Сбои где будут идти? Чуть-чуть позже покажу, где они будут идти. Чтобы такого не происходило, вы должны соблюдать контракт. Вот эту вот строчку кода мы уберём. Две. Получается, хеш-код это тот же самый икл, только для хеш-структуры? По сути, да. По сути, да. Это численное представление вашего объекта. Ага. Привет. Вы просто, ну, по сути, вы переводите в число. Для чего это нужно? Для того, чтобы использовать хеш-структуру. В хеш-структуре эти числы используют для быстрой вставки, для быстрого поиска и так далее и тому подобное. Сейчас мы посмотрим. Они выявили? Да. То есть, у нас будет где-то… Вспоминаем наши структуры данных И там был в среднем индексация, поиск, вставка Знаем уже обычный массив, динамический массив Список односвязный, двухсвязный Бинарное дерево есть Тоже проходили Вот еще другие вариации деревьев И есть хэш таблицы Самое интересное, O от N это что означает? Это константа О от 1 Это константа То есть за какое время будет происходить какая-то операция Смотрите, поиск, вставка и удаление будут происходить за константу То есть независимо от размера вашей структуры данных Вот эти операции будут происходить за одно и то же самое время В случае, если это будет какой-то список Поиск у нас будет проходить O от N Почему? Потому что миллион элементов По сути мы должны пройтись по всеми элементами И сказать, есть там этот или нет В лучшем случае это будет первый элемент В худшем случае это будет последний элемент В среднем N поделить на 2 Ставка O от 1 То есть тут понятно почему Потому что первый и последний элемент Ставится одинаково Но тут есть маленький нюанс Его сначала надо найти Поэтому будут переплетаться Вот идет 2 Ну и плюс удаление так же самое Но с хешевой структурой все очень быстро Поиск быстро произойдет Ставка быстро произойдет Удаление быстро Они реально работают очень быстро А там есть свои нюансы То есть для того, чтобы она работала Во-первых, надо, чтобы был хеш-код И этот хеш-код был правильным написан То есть убираем Average Mark Либо ставим Average Mark сюда Тогда будет хеш-код возвращаться одинаковым Если у вас есть куча полей Как их нужно переопределять Как их нужно переобразовывать в числа Для этого есть Simple Recibe Можете посчитать Joshua Bloch Он там полностью его описывает Первое, что надо сделать Вам нужно какое-то создать число Не нулевое Допустим 17 Число взято рандомно То есть это результат, который вы будете Возвращать Тут он На простое число будем умножать А первое берется любое Да, 31 умножается Почему 31? Почему простое число? Потому что если мы будем, допустим Какой-то стринг преобразовывать в хеш-код Нам нужно будет пробежаться по каждой его букве Буква есть char И по сути char умножить на какое-то число Если число Если это будет слово Какая-то анаграмма То есть Разные слова, которые содержат от ней те же самые буквы То хеш-код у них будет одинаковый У всех Если будет число какое-то Не простое, а парное даже, так скажем То есть там свои нюансы есть с анаграммами Поэтому берется в основном простое число Ну берется не парное число А простое число, почему? Потому что Ну там своя магия есть получается Тридцать один? Тридцать один? Да Ну Число, которое делится только на самого себя и на единицу То есть решили, что будет тридцать один? Ну да, как вариант Можно брать любое Тринадцать Да, тринадцать это идет То есть без проблем Ну простые числа То есть берем какое-то число Запоминаем второе Для каждого поля Ф В вашем объекте Должны сделать следующие операции Только условие в том, что поле принимает участие в выползе Будете вот это все добавлять Если Первое, что переобразовываем Если поле это булевское Считайте Если true один Если false 0 Если какой-то Byte char short int Преобразовываем Просто в int ничего не делаем Если это long То сделаем побитый сдвиг вправо По сути Да, мы делаем из long И делаем int Да То есть long у нас сколько ячеек занимает Много, да Там 8 байт 8 байт Это 64 ячейки Int занимает в два раза меньше То есть 32 ячейки Мы сдвигаем число на 32 ячейки То есть сугубо говоря Мы его костируем Это побитого сделано Почему? Потому что все побитовые операции Они по умолчанию работают быстрее То же самое Сдвиг на единицу Это деление на два То есть идет Тоже часто можно встретить Когда будет такое Если float Используете метод Статический Для класса Обертки float Double То же самое Double Если поле Это объект какой-то То рекурсивно Вызывайте у него хешкод Если это какой-то массив То для каждого элемента массива Вы должны будете В цикле пробежаться Вычислить этот хешкод Приобрезать И так дальше сделать После чего вы делаете Все вот эти числа собрали Которые в предыдущем этапе Вместе суммировали Ну суммируйте в таком вот виде Умножайте на 31 Ну И добавляйте это поле В следующий раз опять Умножайте результат на 31 И добавляйте новое поле То есть у нас был какой-то Есть результат 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 Первый Высчитывается рекурсивно Хешкод имени Если хешкод Если имя равно 0 То мы будем возвращать 0 То есть тернарный оператор То же самое Потом берем 31 Умножаем на то что вернул Вот этот результат И плюсуем с хешкодом Который Вернул нам Свернейм Тоже Если свернейм было нал Возвращаем 0 Если не нал Возвращаем хешкод сфернейма Что еще можно будет сделать Если Свернейм Имя 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 Призывает хешкод Что такое имя? Это стринг Свернейм Свернейм Хешкод Вот Хешкод стринга Инт Хеш какой-то Аж Поле По умолчанию 0 То есть видите Тут в джаве 0 Джошуа Блох Рекомендует Брать сразу 17 Какое-то число Не нулевое Иф 0 И value length Равно 0 Точнее больше 0 Берем чар Массив чаров Из нашего По сути да Нашей буквы Пробегаемся По Массиву чаров 31 Умножаем На Вот этот Какой-то Вот это Нет Массив Еще один Этот да Чтоб не изменился Ненарокно Мы так думаем Или нет Или Чар По сути да Ну посчитали Так нужно То есть Пробегаемся По массиву Умножаем И Ну да Хеш 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 Ноль Почему ноль Тут Мне вот интересно Ну просто если так То по идее Первый раз вызов Будет Тут Ноль То есть Какой-то Ну первым Неп Аж будет равняться Вал один А в следующем Да А в следующем Уже будет нормально Ну Не знаю Это стринг Написан был Очень давно И final class Так посчитали Лучше Ну А вы Берите Не нулевое число То есть Рандомно Не нулевое число Какое Хеш Код Где-то рецептик себе Выписываете на листочек Либо генерируете В идее сразу Но просто Когда генерируете Вы должны знать Почему она Почему так идет Почему Какие поля Обязательно Сотрите Чтобы тут и тут Поля Совпадали Если вы будете Генерировать все Через идею Она по идее Вам генерит Все сразу Вместе Мы сможем даже Проверить Как она это все делает Иклз и хешкод Они сразу стоят Переопределить Выбирайте поля Которые хотите Включить В иклз Выбираем Аверэджмарк Эти же поля Включаются Моментально И в хешкод По сути Ну Хотя можете Убрать Тоже не очень правильно Укажите Non-Null Fields Поля Которые Не могут Быть нулевыми То есть В данном случае Если я скажу Что стринг И сернейм У меня всегда Будет Не null То хешкод Не проверяет Их на null Если я скажу Что возможен Вариант Что Ко мне Их не проинициализируют То будет null И поэтому Хешкод Вставляет Сатернарный Оператор Который Говорит Мол Так Либо так Где он используется Кешкод Используется В популярных Структурах Хешсет И хешмоб Они построены На Какой-то Таблице Не на таблице А Массиве В этом И большой Минус Почему Какой Минус Массива Не расширяется Он Не расширяется Когда мы создаем Структуру данных Хешмоб Хешсет Мы указываем Размер Массива Либо не указываем Размер Массива Давайте я вам Сразу Открою Хешсет Хешмоб Хешмоб Работает То есть Какими способами Мы можем Ее создать Конструктор Пустой Initial Capacity Initial Capacity Load Factor И Какую-то Передать Другую Мапу Это Хешмоб Как работает Если мы Не указываем Размер Создается Какая-то Хешмоб У которой Будет Default Initial Capacity 16 И Load Factor 0.75 Если Создаем Передаем Initial Capacity То Он Будет Тот Который Мы Передали Load Фактор Будет 0.75 Передаем То и то Будет Так Как сказали Передаем Мапу Делает Тую Же Самую Мапу То Если Мы Создаем M8 16 Будет Рисовать Представим Что Мы Передали Кошмоб 8 Кошмоб 8 То Создаем 8 Ячей Кошмоб Кошмоб Load Factor 16 0.75 Что Таково Load Factor Это Процент Загрузки Заполнения Вот Этого Массива 0.75 75 % Это Процент То Максимально Допустим Как Будет Происходить Вставка В В В В Эту Хешмап Вы Хотите Ставить Студента У Этого Студента Генерируется Генерируется Пешком Генерируется Как Вызывается Пешком Студента Получается Поделем В Эту Массив И Нам Его Нужно Куда Будет Вставляться Для Этого Надо Определить Ячейку Куда Он Залезет Ячейка Определяется Очень Просто У нас Сколько Ячейки 8 Правильно Что Мы Делаем Берем Хешкод Получаем Остаток Отделения На 8 На 8 Это Допустим Table Length По сути мы с вами Получим число Которое Будет В диапазоне От 0 До 7 Получаем Это Число Допустим Сколько Будет Есть Лели 80 Хешкод 80 Table Length 8 Остаток Отделения Сколько будет 0 0 Убирается Эта Ячейка И Сюда Записывается Наш Студ Но Сначала Смотрится Есть Это Кто Или Нет Хотим Вставить Студ Вставить 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 Делим Так же Само Вставить Table Length Получаем Что 0 Получаем 3 И Записываем Суть 2 Притом Доступ Этим Ячейкам Будет Насколько Быстро Очень Быстро Какой интерфейс Random Access Массив Ну Это Операции Добавления Пока Добавили Так Сейчас Все Будем Первое Ну Сейчас Посмотрим Как мы будем Искать Передаю Какого-то Студента Спрашиваю Контейнс Или Там Какой-то Студент Что берется Нашу Контейнс Какой-то Студент У этого Студента Спрашивается Кэшкод Этого Кэшкода Определяется Делим На Table Length Получаем 0 Моментально Доступаемся К этой Ячейке И Смотрим Почему? Потому что Было правило Если Кэшкод Одинаковый Необязательно Что и Equals Будет Одинаковый Правильно? Поэтому Мы Моментально Доступились К этой Ячейке И У этих Студентов Спрашивают Equals Если Equals True Contents Возвращаем True Если Equals False Возвращаем False Все просто Это понятно Но Что будет Как подметила Вита Если Мы Ставим Студента У которого Такой же Хэшкод Не такой же Допустим Хочет Такой Ну 88 Студ 3 Кэшкод 88 Делим на 8 Получаем 0 Оп Занят В Хэш Структурах Обязательно Если Это Хэшмап 2 Ключ Тут Чуть 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 Не Правильно Студ Студ Вставлять Но Пускай Это будет Хэш Сет Та же Сама Процедура Просто По одному значению Не Можно Содержать Идентичных 2 Элемента Отправляемся В любую Ячейку Сравним Студ И студ 3 По Иплс Возвращают Фолк Значит Они Не Одинаковые Но Пишкод Одинаковый Надо Сюда Впихнуть Если Впихнем В другое место Будет Нехорошо Это Явление Называется Коллизия Наложение И Так Оно Решается С помощью Того Что Этот Студ Мы Не Просто Запихиваем Сюда Объект А Мы Запихиваем Сюда Ноду В Валю Который Будет Какой-то Next И Мы По Сути Создаем В этой Ячейке Связанный Список Что Это Что Когда Мы Вызываем Contain Передаем Туда Какого-то Студ 3 Ход Получаем Идем Сюда По Иглсу Доступаем Тут Фолст У него есть еще Следующий Следующий Проверяем Тут По сути Мы Получаем Как Куча Тут Список Тут Еще Длиннее И так далее И тому подобное Но Вот Эти Будут Оставаться Пустыми Ячейки Не очень удобно Не очень хорошо Правильно Как так Сначала Говорил Что Работает Очень быстро А тут Очень быстро Возвращаемся К ОТН Куда По сути Перебираться Вот так Для этого И был Сделан Такой Плод Фактор Который Говорит Если Количество Твоих Элементов Будет Больше Больше Чем 75% Ну Заполняет Этот массив Больше Чем 75% Тогда Пожалуйста Увеличь этот массив И Перепиши эти элементы Обратно По-новому Это Твореки Швидовы Это Твореки Швидовы 8 Ячеек 75% Это 6 Ячеек Шесть символов Раз Два Три Четыре Пять Шесть Есть У нас Пятый Плюс Будет Шестой Когда мы будем Добавлять Седьмой Он скажет Чувак У тебя Фактор Он уже Переполнил Твой массив И хорошо Сделает Изменения Как делаются Изменения Берется этот массив Увеличивается В два раза После этого Ну Соответственно Переменные поля Тоже поменяются Которые будут указывать На size У нас будет Переменная Size Которая Будет Инкрементироваться При каждом Добавлении Как мы сможем Узнать LoadFactor У нас будет Какой-то Capacity На сколько Рассчитан Наш массив 8 И будет Ревент Size Если мы Size Поделим На Capacity Умножим 100 Будет 105% Дополнение Тут Все просто И когда Вот мы Видим Что этот МФ75 И наш Он уже Не стыковался Нам Надо взять Вот эти Все элементы И запихнуть В новый массив Что значит Новый массив Мы не можем взять Тупо Любая Ячейка Отправляется Сюда Вот так Скопировать Почему? Потому что если Придет Contents По кому-то И он будет Делить Приходит Нам Вопрос такой Contents Student1 Кэшкод У студента 1 8 Да Делим Сколько 16 Сколько в итоге получаем? 8 Да Ой 8 5 5 Повезло Потому что Четко попадает Туда И Туда Ну Допустим Возвращается И приходит Не 16 С currents Возвращается 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 В 1 Идем В 1 Тут Никого нету Возвращаем Возвращаем к полу, поэтому когда мы создаем новый массивчик, мы должны все переписать сюда, но перехешиливать. Берем тупо каждый элемент, перебираем, находим у него новую позицию. И, скорее всего, они уже не влезут до этого, не могут лезть по-другому. То есть тут будет 2, 3, 4, 5. Тут уже совсем по-другому не будет. И потом уже заполнили снова, снова расширили, перехешиливать и так дальше. Поэтому это огромный минус этой структуры данных. Первое – это коллизи. С ними борются такими вот расширениями. Но такие вот расширения тоже затраты на времени. Поэтому если вы знаете, насколько будет размер кешмапы вам нужен, кешмапы, кешсета, создавайте сразу вот таким вот большим. Необходимо создавать сразу огромный из этих 5 элементов тоже где-то, потому что вы не тратите память. Это оперативная память ваша. Ну, вот так вот оно все работает. Сейчас мы посмотрим более подробно, как оно все работает. И посмотрим на это в примере мапы. Мапа тоже имеет для себя какой-то объект. Содержит ключ объект, только это не нода, это будет у нас какая-то Entry сущность. В отличие от ноды, тут будут два значения. OK и Value. Ключ и значения. Вставка вот сюда вот. Уникальность будет смотреться по ключу. Value может быть любой. Кешкод Value не будет вычитываться. Для чего-то. Ну, тоже, ну, нужен будет в оперерке видеть. Мало ли еще поменяется в жизни. Тут тоже есть какой-то, да. Это будет поля K, Value. Будет какая-то Entry. Entry. Next. Можно сделать еще Entry previous. Для чего это надо? Для того, чтобы если будет удаление, то можно быстро ссылки переключить и напоминать предыдущую ссылку. Если будет Remove, то Remove довольно-таки просто делается. Все. Перезапомнились? Удавайтесь. Все. А так, по сути, только то, что тут два значения, все идентично будет. Просто надо ополокироваться на вот эту вот. Судить. Ну, и плюс не забываем. Помните? Там было MapCenter. Вот вам это будет только класс. Если доступаемся так, то класс статический. Посмотрим методы. Посмотрим. Как их лучше написать, так их лучше сделать. Ну, это первое. Посмотрим. Map. Есть какой-то интерфейс. MapEntry. Методы Clear. Apear. EntrySet. EqualSet. Get. По Objectу. Подложим. Ну, okay. Возвращает в L. То есть, посмотрели. KSET. Repute. Как это все проще написать самим. Сперва в разработке идут написания теста, правильно? data structures, выделим отдельный класс, пакет, назовем ее в мэп если это нет точка, или просто мэп и веби, как это называется в мэп мы можем на области кемау просто мэп, там, кэнтэй, или веби, 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 веби и так же все а, нет, мэп энтри это просто статический класс внутренний, который будет хранить в себе вот эти вот ноды, эти вот ноды он генерирует а так мы можем доступиться к этому статическому классу вызвать его, вернуть его, по сути сейчас, смотри мы вчера даже что-то возвращали entry data structures java.example.set map я вот не помню map.example мы хотим вернуть какой-то set из вот этих вот entry а entry это у нас внутренний класс он внутри мэп и просто его вот так вот создать мы его не можем почему? потому что он без map не существует а map.entry мы указываем что он хранится внутри карты то есть это просто что класс внутри map да, как это фишмах внутри entry Вот, есть класс нода Вложенный класс, который имплемент какой-то другой класс MapEntry, это не класс, это интерфейс Но это вложенный интерфейс внутри интерфейса map Интерфейс entry Находится внутри интерфейса map Есть у него пара методов GetKey, GetValue, SetKey, SetValue Вот эти методы будут переопределены в этом классе Настед, Static, Inner Настед, Static, Class, Node Просто указываем, что он находится внутри здесь Если бы он был не статическим Нет, все равно надо было бы указывать, что он так Только мы через дню еще к нему доступались бы Вот так тут Ну, хешмапу когда мы создаем Мы пишем NewMapKeyValue Если мы хотим создать Такую-то ноду отдельно То мы должны писать NewMapEntryKeyValue Вот так вот будет правильнее Ну, если тут можем наступиться на Protected Default, то есть Private Package Так Map MapExample TestMap А вот эта функция Путина уже сфильда На самом-то деле И графику Мы же не вызываем На МапEntry Нет Мы только KeyValue вызываем Тоже Да То есть сейчас посмотрим, как это происходит На самом-то деле Сейчас мы это все разберемся Пару тестиков Чтобы можно было удобнее Это написать Себя Проверять То есть По сути у нас будет Какой-то Map Пускай он будет По Integer И по Стрингу Пускай пока вот так вот будет Показать Принцип ну и пару точек тестов public void test, put first, кого ложим, map, put, метод put, аналог метода add, вложим key и вложим value, вложим 1, вложим 1, возвращает, value какой возвращает? the previous value associated with key or null, if there was no mapping for key, то есть если это первое значение, null возвращает, то есть такой у нас должен быть assert, assert null, то есть первое должно вернуть null, null, test put, same key, если мы снова попытаемся положить 1, что она должна вернуть? assert equals, который нужно, должно вернуть 1, плюс что еще должно, assert equals 1, но размер мапы при этом не должен измениться, изначально он был 0, G1, 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 G2, G3, G1, 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 tracing Jackie, ж—ту Г1, G1, у ellas ночи, к6 если бы не был трекса, Да, мы же тут мапу обнуляем, поэтому надо будет заново это все ставить. Первая будет 0, вторая будет 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. Мапсайд должен быть 4 по идее Давайте посмотрим, если мы правильно написали либо неправильно 3 теста работают правильно и тому подобное Давайте попробуем get кей методы get по кей contains Вот это да? Ну 2 Ну то есть это мы добавили просто 2 тест да тут мы добавили считай А следующий Снова добавляем Можешь не добавить Это добавится Он добавится Он поменяет единицу на По сути можно сделать вот так вот 2 вернет 1 Будет добавлять по ключу Мы добавляем ключ 1 Value 1 2 Идем в мапу По хешкоду вычисляем хешкод 1 Идем в такую то ячейку Смотрим есть такая Есть такая Меняем value То что было 1 Меняем на 2 И возвращаем вот это вот 1 Что заменили А? Что заменили А? Что заменили В предыдущее значение Возвращаемся В данном случае Мы первый раз 1 Здесь Вставляем Возвращается Ну Потому что там ничего не было Тест Герт Тру Допустим у нас такая вот ситуация, положили несколько, вот одного достаточно Когда мы вызываем map to get ключ, кого вернуть должно? Должно вернуть 1, правильно? Добавляем asset equals Size при этом не должен измениться То есть мы его не удаляем, просто взяли и все Возвращает нам return Возвращает нам value of each the specified key is mapped Or null, if this map contains no mapping for key Возможно еще class cast exception If the key is of an inappropriate type for this map Null pointer, if the specified key is null and this map does not permit null keys Last cast exception Тут я думаю мы его не сможем венерить А вот null pointer можем попробовать сделать Нам Как проверяем мы ошибку Специруем Реклана Нарекус Специруем Специруем Эти ассерты нам не нужны, просто выбираем map.get null Проверяем тест Ожидали null pointer, но не получили его Ну стоп, перейдемте в хеш-клапу, так будет более правильно Метод get ОК Видите, тут хеш-мап заточен под так, чтобы не возвращать null pointer exception Если бы мы вызвали, я думаю, 3-мап, то мы бы словили null pointer exception 3-мап 3-мап выбрасывает Хеш-мап под null pointer не заточен Но он просто ничего не вернет Вернет null То есть, если что, то ожидаем тут не null pointer exception Ожидаем тут Assert null Кого бы еще хотелось сделать Contains Паблик Паблик Войт Сначала мы Делаем Делаем вставку Потом вызовем map contains 1 Что она вернет Assert 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 Хеш-мап Смотрим Что Возвращает contains True True И Никаких Исключений нам не бросает И Последний Это Remove Что бы хотелось рассмотреть Что бы хотелось рассмотреть Mehr Ожи Ожи Откраз Осер experimental podia 1 будет remove remove и что у нас еще должно измениться? size, да? был 1 станет 0 remove gain when ok назвant exist 1 1 хочу удалить 2 вернет у меня кого assert null и size не изменится а это будет скорее вставки remove не покей, а просто remove покей и value вставляем 1 делаем remove 1 на 2 1 1 2 3 3 4 6 8 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Даляю только если оба значения подходят DimaTorzok 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 Создаем сразу наш интерфейс. Альт-энтер. Такое вспомогательное меню. Энтером перекладываем. Обзываем правильно, как мы хотим. Что она нам предложит? Create. Найди. Ок. Value. Методы все написаны. Осталось, что осталось. Реализация кешмап. Create. Класс кешмап. Да, да, да. Сразу оно его наследует. Но мы говорим. Воу, воу, воу. Мы хотим. Кей-вэлью. Implement метод. Суть и все. Сделали сразу структуру. Есть готовые тесты. Притом, тесты, которые действительно рабочие. И они так должны работать. Покажу. А? Мопа. 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 Мы можем запустить тесты. И они у нас упадут. Притом, упали всего 9. Три сработали нормально. Но это неплохо. Ну, там заглушки стоят, которые возвращают. False. Facts. Это мне не нравится. Ну, все будет. Осталось только написать эту реализацию. Методов не много. Все не пишем. Хэш-сет, в принципе, все то же самое. Только будет нодом. Не entry. Давайте делаем перекур. Будем продолжать. Хэш-мап. Слушаем внимательно. Пишем. Что нам надо для хеш-мапа? Основное. Где будут храниться данные? Да. Какой-то элемент data. Какой-то table. Назовем его условно table. Massive нодов? А? Massive нодов? Да. Massive нодов. Правда, какие у нас ноды? Ноды. Ноды у нас непростые, да? Можете их дизировать? Какой-то table у нас будет. С этим мы... С этим мы... Класс. Кто нам нужен? Вендетта, да? Абсолютно верно. В Венетта, да? И next. Н3. Привиус будем делать или не будем? Нет? Нет, так нет. Кто нужен будет нам? Конструктор, да? На кей, на value. Конструктор на все три. Немножко у нас будет не такая структура, но для знакомства с хешмапом вполне хватит. Энтри каким делаем? Энтри каким делаем? Size. Size. Абсолютно верно. Private. Size. Кого еще надо? Load factor. Load factor, да. Open. Final. Static. Double. Default. Load. 0.75 ну, начало бы еще default capacity сделать, да? если есть default capacity, не мешало бы сделать обычную capacity что еще можно сделать? надо помнить сколько элементов максимально допустимо для каждой реализации нового массива чтобы каждый раз не высчитывать вот это 0.75 при добавлении мы можем где-то интовое число запомнить типа сколько максимум элементов допустимо для вот этого вот load-фактора чтобы его не переполнить и будем сравниваться уже с этим числом и не каждый раз будем делать математическую операцию для высчитывания переполнили мы массив или не переполнили в мапе даже есть такое int threshold и в принципе все, наверное, да? леш, ты что-то забыл конструктор если у нас конструктор пустой, то что мы делаем? мы делаем default capacity потом может какой еще быть конструктор с capacity и возможен конструктор с этими двумя элементами и возможен конструктор с этими двумя элементами почему 16 не знаю, честно но цель этого числа 10 нет да рейлист 10 массив 16 в хешмапе 16 массив содержится в рейлисте 10 почему так я не было интересно но я не рыскал в ответе в поисках ответа на данный вопрос так тут не кто неправильный конструктор сделал кпс и load factor коллизия будет очень большая что больше больше было посчитали что да когда заполнение идет на 75% коллизия меньше всего возникает когда начинается больше то уже идет больше но это надо ребятам которые занимаются теорией вероятности и дальше к ним обращаться чтобы они считали и объясняли это как ну то есть да оно так на практике показано то есть это в случае если то есть capacity так здесь load factor будет равняться это default load factor и что нам надо сделать нам надо создать массив льви ню нь 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вы, которые вы делаете на его участие. Если метод будет статическим, то он должен доступаться до этих Capacity Load Factor, они какие должны быть, тоже статические. Если метод статический, он доступен только к статическим переменам. Мы тут не сделаем, потому что Capacity и Load Factor, они не статические. Мы их сделать статическими не можем. Но тут мы создадим метод, но он будет не статический. То есть это не страшно. У нас есть по ходу вот это вот. Rehash. Rehash. Позицию нашли. Надо вставить в эту позицию. Как мы будем проверить? Берем Table. Позицию. Берем Table. Position. Нул. Тогда что мы делаем? Table. Position. Будет равняться. New. Entry. Key Value. Как-то вот так. По поводу хеш-кода. Часто можете встретить такую штуку, что в вашем классе объекта какого-то будет отдельно выделен на поле хеш-код. И при создании объекта этот хеш-код будет тоже автоматически генерироваться. То есть создаете объект, он создает поля и спрашивает, чему будет равен хеш-код. Для того, чтобы потом не вызывать у него хеш-код каждый раз и не генерировать его заново. Но это допустимо только в тех случаях, если ваши объекты Immutable. Как в случае стринга. Там было поле хеш. Когда вы создаете стринг, он сразу запоминает. Почему? Потому что стринг изменить нельзя. Создастся новый объект. И это нормально. А если вы измените объект, то вам по сути снова надо его перехешировать. Это бесполезная функция. Но такое может быть встречено. И если вы знаете, что ваше поле будет часто использовано в хеш структурах. Ваш объект часто в хеш структурах. И то, что он Immutable. Можете так делать. В другом случае не делайте так. Просто переопределили хеш-код и достаточно. Хорошо. Вставили сюда. В случае, если поле не null. Это все любые другие случаи. Практически. Что мы должны сделать? Если это первое, то кого мы вернем? Нул. Правильно? Никто не был на этой позиции. Какие возможны варианты? Что позиция занята. Притом два возможных варианта из этого. Позиция занята с таким же самым ключом. И позиция просто занята без такого же самого ключа. Имеется в виду, что если у нас есть позиция и там уже есть какой-то кей, который идентичный нашему кею. Тогда что будет в таком случае происходить? Мы перезаписываем value. Мы его не дополняем. Нельзя хранить в мапе, в хеш-структуре два идентичных ключа. Такое недопустимо. Как мы должны там в данном случае поступить? Проверить и ночь нам надо найти ноду, куда нам надо вставить, во-первых, да? Кстати, если там уже будет несколько элементов нулевых позиции, то мы будем пробегаться по всем и все их проверять. Нулевых элементов? Ну, в нулевой ячейке. Да. Несколько здесь лежит. Вот. Ну, у них список уже, по всему списку надо пройти и проверить там ключи. Да. Абсолютно верно. Но если NAL, то он только один может быть. А если NAL? Все-таки. А можно вообще запретить NAL вставлять? То есть это несложность. Что я могу сказать? У нас ключи это один номер, правильно? Да. У нас ключам... Не-не-не-не. Ключи это... K Это просто номер какой-то. ID, грубо говоря. Который ты хочешь хранить. А value может хранить какой-то другой объект. Это два объекта. Тут integer. Любое число может быть. Но с помощью ключей мы определяем позицию, в какую будем вставлять. То есть все вставки идут с помощью ключей. Value это просто так. Такой придаток. Аппендицит. Есть? Нету? Он ничего не решает. Все решает в основном ключ. Ну, value решает там remove по key и по value. Да. В том методе оно решает что-то. Тут нет. Так. Нам теперь надо подумать, как... Ставить... Этот... Найти эту позицию и туда запихнуть keyValue. Потому что там два возможности исхода. Оно будет идентично, будет не идентично. То есть... В другом случае... Мы можем создать... Ой, я уже ноту пишу. Entry. Как я вижу это. KeyValue. Будет равняться tablePosition. Это Cassius. Ага... Итератор. Грубо говоря. Итер какой-то. Указатель. Пойнтер можно. Пойнтер. Давайте разнообразим. И он будет смотреть на первую ячейку Этим указателем мы должны Пробежаться по всему списку И посмотреть Если мы встретим идентичный ключ То замени пожалуйста Value Если мы не встретим На Цикл while в принципе подойдет While Pointer Ну да Но тут нету итератора Map не наследует итератор Тут загвоздка в том Что надо будет запомнить Либо нам ввести previous переменную Либо делать через цикл do while В чем все это While pointer Не равняется Pointer next не равняется null Что мы делаем If Pointer Кей 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 То есть если мы встретим Пока будем пробегаться Идентичный ключ Надо будет заменить Тогда что мы должны сделать Сказать Что pointer Ввести value равно По value Value Будет равняться value То есть мы просто поменяем Надо еще ввести старое Надо еще ввести старое Надо еще ввести старое было Надо его будет как-то запомнить А мы не успеем Тогда завершить И замену Запоминаем Pointer value Делаем замену Return Pointer value Можно Выкинуть 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 Не ввали Не ввали Не ввали Ну Я имею в виду Выкинуть 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 Где-то не здесь Да Ну Мы там еще сделаем Еще в одном месте Возможный Old value Это да Нам покажет Что оба варианта Будут Возможны Так Pointer value Value Доходим Но фишка в чем Если мы доходим до последнего Нам последний тоже надо будет проверить А этот не проверяет Последний Да Поэтому нам нужно будет сделать Просто меняем B А зачем нам его переписывать Ну вот Ну это когда мы Дальше По элементу Вот Надо это сделать То есть Pointer будет равняться Pointer next Перепреждаем А почему бы Sarai'а выкладывали Если мы же я нашел Зачем мы будем Sarai'а Ну вот То есть Тут уже Да Ну там был Return Придется ставить break Раз 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 Но это не решает Вот видите Проблема последнего Pointer Будет последний элемент Сюда Следующий после него Нул И мы это сравнение уже не сделаем 2 2 Я бы все равно его Return Здесь Так и так Меньше операции Если Если Мы дошли И Pointer next Равняется null И вот это все не сработало Что мы делаем Pointer next Будет равняться New Entry Entry Key и Value Это не обязательно Ну и в итоге Ретернем 0 Нул 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 Зачем Антон Создали Зачем Антон Создали И Сделаем Вот это мешает, все равно тут не получится. Можно поставить условия и... Да, будет как было. Хотел как лучше. Тернул, чего не хватает? А где мы size++ должны сделать? Да. Абсолютно верно. Size++. Потому что тут size++ нам делать не надо в этом случае. Size-то мы здесь не изменим. Size++. To do no. У нас вообще половина тестов прошло. Один метод только делаем. Что мы хотели? Мы хотели посмотреть putFirst. Первый элемент, когда вставляем. Все работает. Второй элемент, когда... putSameKey, sameKey. Давайте сделаем метод. $hashKey. Size у нас должен будет 2 быть. put1. Put1. Ну. To стажünk. Use два. Дальше. ВыНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не пересчитали их, не видно, как они называются. Ага. Потому что я говорил, что они степнят. А? Потому что я говорил, что они степнят. Подожди, подожди. Не пересчитали. Окей, не нол. Вот это. Вы же сайт увеличили. Подожди, а что у нас? Тьфу, блин. Тьфу. 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 Продолжение следует... Сайз увеличили 0, если это меньше сайза, то да, тогда нам надо уже это делать, меньше равняется, заходим, нет, меньше не равняется. Все good, идем в другой breakpoint, заходим, k32, нет, position, find position, тоже нулевая позиция. This table, у нас есть мировая позиция, там стоит 16, в нулевую должны вставить, table position нул, else, pointer. If pointer k equals... Next, null. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Так, так. Pointer равняется... Что мы у нас... Сделали шаг. Теперь pointer равняется нулю. И вот здесь мы ловим null pointer exception. То есть тут вот ловим null pointer exception. Как лучше сделать... И в pointer equal сделаем шаг. И вот здесь мы ловим. Так. Нук-как. Ну... Нук-как. 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 Мэкст Сложно, да? Сложно 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 Смотрим Это проходит Position Прививис Равняется Поинтер То есть показать туда или в смысле? То есть программа углубляется и если в процессе будет соберена ошибка, то она только будет до этой строчки и останавливается. Она показывает в какой строчке. В принципе, там есть ссылка поинтер. Так. 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 Все, работает Либо pointer Еще проще Если запустим Больше тестов Remove не работает Get не работает И contains не работает Остальное все работает Ладно Ну там те результаты что нам надо Заглушки стоят Это сделали Единственное что Надо еще рахеширование сделать Вот это вот такая вот Рахеширование Там еще сложного нет И get по ключу Чем-то напоминает Контейнс Напишем get по ключу Как он будет работать Позитон Позитон у нас есть Позитон Ок Дальше что Что-то похожее на это Что-то реально Похоже на такую штуку Позитон И в table position И в table position Равняется ну 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 что мы делаем То есть по сути там нету этого ключа И смысл перебирать что у нас не где Ну нет Вариантов делать перебор В другом случае Смотрим На эту штучку И Поинтер нам не надо Обычный цикл while Можем использовать Пока pointer Не равняется нулю Поинтер И в pointer Old value Не надо А? Да, сейчас сделаем Return Поинтер Поинтер Нам еще запоминать Изменять не надо Это не надо Это не надо Поинтер равняется Поинтер next Поинтер Поинтер next Поинтер Как это упростить И в table position Не равняется нулу Поинтер 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 Пробегаемся По нему В другом случае Всегда вернется нул Поинтер ага вот он return есть это есть это есть это есть get тест прошел все хорошо давайте запустим побольше тестов when k null когда k null что мы должны сделать тест map должны вернуть null и 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 пока не дойдем до самого... если next ну, значит никого нет находим позицию все быстро находится позиция если ничего нету то мы return ну в другом случае запоминаем позицию если встречаем, то что мы делаем? раз сутки переставить раз сутки, ну если есть следующий, да? а если не матрица, я не буду давайте сделаем с циклом вайл пока мы не встретим вон 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 Если pointer equals old value, запомнили новое. Вернем это в value, но прежде что надо будет сделать? Сказать pointer next. Пойди и так, pointer previous в первом проходе null равняется. Тут, в принципе, ничего страшного нет. Вот оно. Продолжение следует. 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 Не равняется Тогда мы делаем Вот такой вот штук Нам Говорим, что Следующий За тобой будет следующий Next В другом случае, если он равняется Нулу То у поинтера Нету next Потому что он один И вот эти все штуки не пройдут Как-то так Сайз Минус Минус Не равно Нул Так вот И Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Этот ассерт прошел... Этот ассерт не прошел... Позишн нашли... Позишн равняется 0... Поинтер указывает на позишн... Приверс равняется 0... Пока поинтер не равняется 0... Этот ключ этому ключу... Поинтер value... Где у нас... Есть pointer... В иске value... Ага... Эту операцию... Я думаю... Надо было... Вынести сюда... Так... Проходит... То есть... Я сделал случай... Только если один элемент... Будет проходить... Давайте... Запустим... Все тесты... Один... Так... Уже только что... Проходил... Или не проходил... Не... Это... По ключу... И... По... По... vak... Вsyм... Ну... Где занимается уровня... Ни... Там... kan... Ко... Ну... Я как... 出 Oscars... Что случается? Да... Я... fingernaя.. У? Су... Заходим в return false, по ключу и по value, нам как это можно сделать? Так, чтобы было проще, в принципе все то же самое, да? Единственное, что тут true и false, return false, return true, запоминать value нам уже не надо Можем как сделать, можем написать отдельный equals для entry, да? Можем же так сделать? Next нам нужен, не нужен, хэшкод нам не нужен, non-null fields, не знаю, хэшкод Единственное, что здесь, когда мы find position, нашли позицию, If table position не равняется 0, значит есть такой ключ, когда мы что создаем? Entry, key value, все будет равняться, new entry, делегируем, key value, выбираем женерики, pointer equals for search Вроде так, да? Как узнать? Как узнать? Прошел Чудно, тесты сработали, как раз успели Стеневики Как, так, да? Вроде так, да. Как ты хочешь? Вроде так, да? Вроде так, да? Так, да. Вроде так, да? Вроде так. Вроде так. Вроде так, да. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...